В Ангарске молния уничтожила несколько гаражей. Спасатели оперативно вскрыли ворота нескольких боксов и эвакуировали семь автомобилей. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пламя потушили. Сотрудники МЧС установили, что во время грозы от сильного разряда ворота одного из боксов отбросило почти на 50 метров. Сейчас на месте работает техника, которая ликвидирует ущерб от стихии. Сотрудники МЧС отмечают, что за неделю в Иркутской области произошло 19 пожаров. «Данный взрыв произошёл в результате того, что с первой по четвёртой бокс там осуществлялась деятельность пропаривания ёмкости. И, видимо, в рамках того, что было скопление газовоздушной смеси, произошёл взрыв такой мощный, сильный». В Слюдянском районе ввели ограничение дорожного движения. Меру приняли в связи с поднятием уровня реки Снежной, в результате которого размыло грунтовую дорогу на экопарк Южный Байкал. Движение транспортных средств ограничили для всех видов до устранения последствий паводка. В месте размытия работают сотрудники госавтоинспекции, МЧС и других оперативно-спасательных служб. Выставлены временные дорожные знаки. Государственные больницы освободили от налога на имущество. Соответствующий закон подписал губернатор Игорь Кобзев. Право на льготу учреждения получат в следующем году, при условии, что не менее 60% от суммы налога они потратят на улучшение материально-технической базы, например, на покупку и ремонт медицинского оборудования, мебели и т.д. Таким образом, власти региона намерены улучшить качество обслуживания по программе обязательного медицинского страхования. В Усолье-Сибирском открылся Центр общения старшего поколения. В новом учреждении есть гостевой компьютер, мини-библиотека и настольные игры. Еженедельно здесь будут проходить культурные и образовательные мероприятия. Особое внимание специалисты планируют уделить компьютерной грамотности и кибербезопасности. В селе Копь Братского района состоялось первенство по спортивной рыбалке. Участие приняли 18 любителей поплавков и лесок, большинство – местные жители. Расстояние между удильщиками – 4 метра для маневров с леской и крючками. Группу поддержки не запрещены. Вариативен и выбор наживки. Лучших на первенстве определяли в нескольких номинациях. Самый большой лов, ветеран-рыбак среди мужчин и женщин, первая пойманная рыба, рыба-великан и самая маленькая рыба. На берегу тем временем шли кулинарные баталии. Асы приготовления ухи бороли за звание лучшего. Ну, настроение, выдержка, терпение для рыбы. Рыба это любит. Поэтому только это, а больше ничего. И еще, если даже она не поймалась какое-то время, унывать не надо. Надо говорить, и это тоже хорошо.